Латунный шестигранник. Вот что нам понадобится. 10 миллиметров. В полученной детали произвожу разметку. Немного по колхозному закрепил заготовку. Установлю фрезу 1,7 миллиметров. И вперед и с песней. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотрите продолжение в следующей серии. Обтачиваю до диаметра 8,2 мм. Вот же ж, блин, батарейка в штанги не села. Да что ж это такое? У меня, конечно же, есть аналоговый прибор, но я им не умею. Неа. А без штангена цифрового то не работа. Моя любимая отвертка из будущего. Классная вещь, получилась очень удобная. Несмотря на достаточно большое количество гневных комментариев. К слову, разумеется, я пошутил. Умею я пользоваться классическим штангенциркулем. И использую его очень часто. Душевный он, что ли? Превосходно. Немного доработаю деталь с помощью зубодробительной фрезы. Еще одну деталь изготовлю также из шестигранника. Снова зажал заготовку и снова фрезерую. Да, 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 стоит признать. Что-что, а сей проект фрезеровкой просто преисполнен. Заготовку я обточил. Теперь выделю надпись. Обезвреживаю. Обеззараживаю. И наношу раствор для чернения серебра, латуни, меди. И аналогичных сплавов и металлов. Деталь полирую отрезком ветоши. Симпатично получилось, симпатично. Понадобится немного драгметаллов. Есть у меня некоторый запас. Серебро. Чистейшее серебро. С помощью надфиля аккуратно спиливаю с обратной стороны, дабы извлечь этот самый контактор серебряный. Диаметр серебряной заготовки всего лишь 4 мм. Поэтому закрепить ее на фрезерном станке, кроме как на клей, не представляется возможным. Для этого, то бишь для закрепления, выфрезеруем в алюминиевой пластине выемку под нашу заготовку. Все просто. Капельку суперклея. И очень быстро. Чик. Фрезеровку буду производить вот такой фрезой. Фреза, так называемая пирамида. Больше на хвост похоже. Но пирамида. И по чуть-чуть фрезерую. Ориентировочное время 2 часа. Долго, конечно. Но никто и не говорил, что будет легко. Правда ведь? Подождем. После фрезеровки деталь сразу не снимаю, а прохожусь мелкозернистой наждачной бумагой. В моем случае это зернистость 2000. Какой бы фреза точной не была, какой бы остро отточенной она не была, какой бы минимальный шаг фрезеровки я бы не вставлял, фреза все равно оставит следы. Любая фреза. Проверена на практике. Демонтировать готовое изделие довольно просто. Достаточно просто нагреть и Суперклей утратит свою прочность. Он тоже снова в противогазе. И мы будем использовать снова азотную кислоту. Удобная штука, я вам скажу. Но противогаз обязателен, ибо вредная химия все-таки. Немного отполирую, для чего приклею, и пройдусь войлочным кругом. Пасту Гои использовать не буду, дабы не мучаться затем с очисткой детали. Буду использовать Колгейт. Если верить производителю, сиять будет все при использовании сей пасты. Вот такая практически ювелирная деталь. Жаль, что не золото. Жаль. Наша крохотная звезда будет шляпкой винта. Не простого, а винта М2. Залуживаю его шляпку. В свою очередь, винт устанавливаю в высокотехнологическую втулку. И припаиваю звезду. Извлекаем. Изготовлю бронебойный наконечник. Прикажущийся на первый взгляд простоте, изготовление сей детали сопутствует достаточно серьезные трудности. Эти самые трудности заключаются в том, что мне необходимо просвелить целый ряд отверстий, в том числе и сквозное, разного диаметра и на разную глубину. Однако, трудности Антона Владимировича никогда не пугали. Прикажем. 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 Выставил суппорт своего токарного монстра для вытачивания конуса и, соответственно, протачиваем. Выполнить эту операцию нужно именно сейчас, поскольку в последующем такой возможности представляться не будет. А прямо наконечник от ядреной ракеты. Последняя деталь, которую мне предстоит изготовить, так это поршень, который будет перемещаться внутри корпуса. Для того, чтобы немного снизить концентрацию токарных работ в видео, я заблаговременно, не на камеру, выточил вот такую втулку. И моя задача установить еще одну втулку с резьбой М2 в это отверстие. Втулка с резьбой входит очень плотно, поэтому я использую молоток. Установил заготовку между центрами и обточу до 5 мм ровно. Готово! Также не на камеру, выточил две вот такие красные шайбы. Для чего? Для настоящего хардкора! И моя задача приклеить их к каждой детали. В качестве клея буду использовать бесцветный клей, прозрачный, точнее, клей B7000. С помощью EGO клеят защитные стекла на мобильные телефоны. Вот приобрел, решил попробовать, что за клей такой. Говорят коллеги по YouTube, очень классный. Произведем сборку. Вроде деталей немного, но возился я основательно, конечно же. Вот такая интересная и весьма занятная штука получилась. Фиксатор мыслей версия 2.0. У меня уже есть на канале похожее видео. Кстати, сейчас подсказка появится. Кому интересно, гляньте. Проверим. Хоп! Для того, чтобы вы могли оценить размеры, вот для сравнения зажигалка. Ручка получилась очень миниатюрной. Привет. Привет, мир. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться обязательно. До новых встреч. Но посран. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok